Формат в плане аукциона? Ну, наверное, я думаю, что Ксения все-таки вела благотворительные аукционы и вела вот такие шоу. Я думаю, что она сочла этот способ наиболее благоприятным и быстрым для сбора денег пострадавших. Хочу подчеркнуть, что это было июньте, и сразу скажу. Вы знаете, меня очень тронуло, когда мы разговаривали, знания. И она сама когда предложила, я говорю, а кому ты хочешь помочь? Вот она как-то сама говорила, что за отцом не сказала, что в первую очередь я хочу помочь сиропам. Я говорю, ты знаешь, у меня усыновленный ребенок, третий, он совершенно не понимает, как обращаться с детьми. Что мы будем делать по этой детьми? Я говорю, что мы слим, мы решили. И мы решили вместе, я считаю, это очень удачная идея. То есть, что это будут не живые деньги, не наличные, а на имена этих детей будут открыты счета. Я не знаю, какие каком банки. И счета будут отложены деньги на их образование. Ну, то есть, пока неизвестно еще, что это за дети, конкретно. Сейчас вот у нас сегодня уехал юрист, который будет получать имена этих детей. Там другая даже такая трагедия, когда я стала узнавать об этих детях, потому что в Крымске проживало очень много матери-одиночек. А вы знаете, что 80% погибших женщин, 80% женщин погибли вообще, или часть из них, это матери-одиночки. То есть, там остались круглые сроки. Я надеюсь, что то, что удастся собраться сегодня, это поможет им тоже. Ну, и, возможно, благодаря такой акции удастся собрать больше денег. У меня за счет имен. У меня это первый опыт, честно. Спасибо большое. Вот это организовывается Ксения Собчак и доктор Лиза. И я им обоим очень обеим доверяю. И поэтому смотря, кто бы это делал. А стали бы вы, например, перечислять деньги на государственный счет, и были бы также уверены, что эти деньги дойдут? Ну, смотри, я не хочу. Знаете, как бы предполагают, что дойдут или не дойдут, но я бы точно не стала перечислять. Не потому что дойдут или не дадут. Я не уверена в разумности потом дальнейшего их использовать для применения. А в этом случае почему вы уверены в том, что они будут использованы разумно? Ну, потому что здесь точно этим занимается доктор Лиза, у которой достаточно большой опыт и волонтерскую благотворительную деятельность. И я точно уверена, что они распорядятся этим правильно. Всем хорошего вечера. Я знаю, что они пойдут в правильном направлении. Мне почему-то кажется, что они не прилипнут ни к чьим рукам по дороге. В этом смысле я спокоен, поэтому я здесь. Но вы вряд ли бы стали перечислять деньги на государственный счет. Я думаю, что государство имеет средства, чтобы помочь. И мы видели, как оно это делает. Своеобразно в том числе. Да, очень важно. Я думаю, что государству я плачу налоги, поэтому те деньги, которые оно переводит, оно переводит и от меня тоже. Но сверх этого, да, вообще общество и государство давным-давно у нас существуют, мягко говоря, параллельно, если не перпендикулярно. И вот самоорганизация – это самая правильная вещь, естественно. Это не первый случай самоорганизации. Но это очень правильная точка самоорганизации. То есть вы считаете, это правильный формат? Вот даже это. Любой формат в данном случае. В данном случае вопрос один. Это делается… Эти деньги прилипнут к рукам или они уйдут туда, да? Второй вопрос – это делается людьми или это делается, так сказать, в номенклатурных каких-то интересах? На оба ответа, на оба вопроса у меня правильный ответ, да? Я надеюсь. Вот и все, поэтому и здесь. Пришла поддержать эту инициативу. Я достаточно много писала в соцсетях и ретвитила посты Ксении на тему того, что каждый из нас должен, безусловно, помочь пострадавшим. И я здесь нахожусь для того, чтобы поддержать эту инициативу. Люди сюда приходят, значит, они доверяют Ксении и что деньги действительно пойдут именно пострадавшим? Ну, я думаю, безусловно, куда же они пойдут? А мод же Ксения. Ну, безусловно. Ну, конечно, но просто можно же было, например, на государственные счета их перечислить. Я думаю, что каждый человек выбирает, опять-таки, для себя подходящие и правильные места. То есть один отправляет в государственный фонд, один посылает, третий едет сам. В данном случае девушки, которые сегодня сюда пришли, очевидно, никуда сами не поедут. Но уже тот факт, что они приехали сюда, мне кажется, это много. Ну, такая идея, украшения, чтобы, знаете, украшения, это ведь так все относительно. Да, во-первых, украшения, сегодня мы собрали людей состоятельных здесь, состоятельных. У них довольно много украшений. Ну, проститься с одной, даже очень дорогой, извините за это слово, побрякушки, ради того, чтобы чья-то жизнь была изменена, на это, по-моему, так естественно. Посмотрим. Я надеюсь, что сегодня так оно и произойдет. Скажите, а вы знаете точно, на что пойдут эти деньги? Уже решено? Да. Одна из задач – это помочь детям, которые пострадали и потеряли своих родителей. Сейчас мы пришли поддержать инициативу моей подруги. То есть мы не могли не прийти. То есть это не единственное... Я думаю, что масса способов помочь в этой ситуации, да, и что-то сделать. Каждый делает это своим, собственно, образом. Но сегодня таким образом, да, и наша подруга это делает. Поэтому, конечно, глупо было бы ее не поддержать. В любом случае, это хорошая инициатива, и все, наверное, должны сейчас сделать это каждый настолько, насколько сможет. Знаете, я не помню, сколько это все это в магазине. Вот, но как это будет оценено здесь, я не знаю, потому что аукцион, мне кажется, это всегда из области сколько дадут. Ну, в данном случае вы уверены, что помощь именно дойдет и дойдет туда, куда надо? Конечно, да, это правильный вопрос, потому что, на самом деле, самое важное, это когда помощь адресная, это когда ты знаешь, что деньги непосредственно будут направлены адресатам. Это самое важное. Конечно, никаких сомнений нет. Но мне кажется, сейчас очень много прозрачных творительных организаций, поэтому не проблема. Есть места, куда можно отдать деньги и быть уверенным в том, что они будут направлены именно туда, куда ты хотел их отдать. Еще уникальность этих украшений заключается в том, что они носили эти украшения, и значит, их энергия, их тепло, их, так сказать, прикосновение к телу, к ушам. Я не знаю, что это, к пальцам рук. Мы посмотрим, что эти украшения сейчас вместе с вами, это уже удваивает эти украшения. 300, друзья. 300, и у нас есть еще, так. И здесь больно, так? Подождите, подождите, нет, 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 у вас 4 пальца, дорогой мой. Когда вы потеряли палец? Когда вы расскажите эту страшную историю? 500! Вот это уже! Слово не мальчика, но мужа. 500! Я поздравляю, я хочу пожать вашу полноценную руку. Итак, внимание. 500 тысяч рублей, раз. 500 тысяч рублей, два. И 500 тысяч рублей, Антон, вы счастливый обладатель, браво! Браво, Антон, поздравляю тебя, спасибо, дорогой.